Данное видео создано в общеобразовательных целях, не призывает к бесконтрольному употреблению лекарственных препаратов и не заменяет консультацию квалифицированного медицинского работника. Приятного просмотра! Всем привет! С вами Йети и в этом видео мы разберем несколько препаратов, одобренных Министерством Здравоохранения США для долгосрочного лечения ожирения. То есть это те препараты, которые прошли испытания на уровне года или более года, взвешены риски побочных эффектов, показана эффективность и они уже имеются на рынке, продаются. Часть из них продаются без рецепта, некоторые продаются с рецептом. Тем не менее, это те препараты, которые показаны людям с ожирением. И сразу скажу, что данное видео не для людей, которые хотят скинуть свои 5, 6, 10 килограмм лишнего веса и войти сразу в идеальные кондиции, просто не сильно ограничиваться в питании и за счет приема этих препаратов выиграть время. Выиграть время или какие-то там снизить свои собственные усилия. Нет. Данное видео для людей, которые имеют именно ожирение. То есть вторая степень и выше. Такие люди могут рассматривать в качестве какой-то дополнительной помощи различные препараты. Потому что данная категория людей уже имеет повышенные риски диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и уже имеет довольно ограниченную продолжительность жизни и вообще худшее здоровье. Прием подобных лекарств при этом не оправдан в случае, когда мы имеем дело со здоровым человеком, у которого есть несколько лишних килограмм на теле. Потому что зачем нужны дополнительные побочные эффекты, если эти 5, 6, 10 лишних килограмм можно успешно скинуть без помощи всяких препаратов. Тем более, что они дают незначительный выигрыш. Все на этом закончили и теперь можно переходить к разбору. Первый препарат, который попадает в наш список, Орлистат. Это ингибитор липазы. Как вы помните, липаза это пищеварительный фермент, который расщепляет жиры и дает им возможность усвоиться. Так вот, потребление такого препарата, как Орлистат, приводит к блокированию липазы и таким образом снижает усвоение жиров из нашего рациона. Таким образом, прием на протяжении года давал возможность людям выиграть порядка 3% в снижении массы тела. Группы, принимавшие Орлистат в дозировке 60 мг 3 раза в день и 120 мг 3 раза в день на протяжении года, в сравнении с группой плацебо, то есть той группой, которая ничего не принимала, потеряли на 2,5 и 3,3% от собственной массы тела больше. То есть, что это значит? Например, если человек весом 100 кг сушится, то в группе плацебо, допустим, был получен результат порядка 95 кг. Скажем, масса тела упала на 5 кг. В группе, принимавшей Орлистат, масса тела падала еще на 2,5% в группе, которая принимала 60 мг 3 раза в день и на 3,3% в группе, которая потребляла 120 мг 3 раза в день. То есть, это соответственно от 100 кг где-то 2,5 или 3,3 кг в год дополнительных сверху диеты и правильного питания. И это дает значительный выигрыш для людей с ожирением, когда борьба идет, по сути, за каждый кг, потому что на каждый кг приходится дополнительный риск развития диабета и всего остального. То есть, когда у человека есть возможность через год очутиться в весе, скажем, 97 кг или 95 кг, это все-таки большая разница. Тем более, что данные препараты одобрены для долгосрочного приема. То есть, человек может принимать их, скажем, 3 года или 4 года и у него будут наблюдаться стойкие улучшения по снижению массы тела, если он будет придерживаться диеты и правильного питания. Как вы поняли, данный препарат работает за счет того, что блокирует усвоение порядка 30% жиров из рациона, когда он принимается 3 раза в день. То есть, прием данной дозировки позволял выигрывать за счет снижения суточной калорийности. Человек ест то же самое количество еды, но при этом за счет приема дополнительной таблетки к каждому приему пищи он теряет некоторое количество жиров, которые имеют довольно высокую энергетическую плотность и идут суточную калорийность. Поэтому происходила потеря калорийности, за счет этого люди теряли массу тела в долгосрочной перспективе, больше, чем в группе плацебо. Следующим препаратом в нашем списке с доказанной эффективностью должен был быть лоркозерин. Но, к сожалению, в связи с повышенными рисками образования онкологии, он был снят с производства и продажи и, в общем-то, был запрещен. Хотя его продавали, грубо говоря, по 2020 год, вышли новые исследования, которые всю эту ситуацию вокруг него в корне изменили. И, в общем-то, теперь его невозможно приобрести и я не буду про него рассказывать. Хотя он тоже имел довольно высокий потенциал с точки зрения снижения массы тела. Следующий препарат в нашем списке – Naltrixon bupropion. Это комбинация из двух активных компонентов. Одна из них направлена на лечение алкогольной зависимости. В отдельности Naltrixon для этого используется, в принципе. Он воздействует на опиоидные рецепторы, то есть на систему вознаграждения мозга и может, в общем-то, способствовать отвыканию от потребления алкоголя. А вторая составляющая направлена на лечение депрессии. То есть оказывает антидепрессивный эффект и комбинация данных препаратов вызывает стойкие изменения в массе тела. То есть на протяжении года наблюдались значительные изменения 4-5 кг в сравнении с группой плацебо. Механизм действия заключается в лучшем чувстве насыщения, насколько я понимаю, и в лучшем понимании чувства голода. То есть человек при приеме данного препарата, из-за того, что он действует на определенную область мозга, ну то есть влияет на систему вознаграждения, заставляет человека, ну скажем так, более качественно воспринимать собственный голод. И за счет снижения калорийности, то есть некоторого подавления аппетита, человек будет выигрывать в долгосрочной перспективе 4-5 дополнительных кг потери веса за год. То есть тоже довольно перспективный препарат. Вроде как на данный момент он никем не запрещен, так же как и другие препараты имеют свои противопоказания, поэтому очень важно, чтобы при выборе какого-то определенного препарата вы руководствовались своими противопоказаниями, потому что при ряде заболеваний или каких-то внутренних состояний, например при повышенном давлении, вы не можете использовать данные препараты. У каждого есть свои противопоказания, у каждого есть свои списки побочных эффектов, и у каждого организма индивидуально на них реагируют. То есть если у вас при приеме одного препарата возникает большое количество побочных эффектов, а при приеме другого они не возникают, то очевидно в какую сторону нужно делать выбор. И кроме того стоит учесть, что данные препараты не комбинируются с друг с другом. То есть некоторые из них попросту не сочетаются с другими лекарственными средствами. Поэтому нельзя брать все вместе, надеясь выиграть 30 кг в год. Поэтому делайте выборы и всегда руководствуйтесь тем, что приносит вам меньше вреда в сравнении с большей пользой. Для этого стоит обратиться скорее всего к врачу, который взвесит риски побочных эффектов, ваши противопоказания и уже примет правильное решение. Следующий препарат в нашем списке фентермин и топирамат. Это тоже соединение двух активных компонентов. Фентермин снижает чувство голода, то есть вызывает подавление аппетита. А топирамат является противосудорожным и используется для лечения эпилепсии. Таким образом комбинация из данных препаратов показала довольно высокую эффективность и, кстати говоря, наверное самую большую в данном рейтинге. То есть потеря вплоть до 9% дополнительных от собственной массы тела в сравнении с группой плацебо, то есть сверх этого уровня. Данный комбинированный препарат продается в трех дозировках и низкая, средняя и самая высокая. Разница на самом деле в выигрыше незначительная между умеренным потреблением этого препарата и высоким его потреблением. Но все-таки самое высокое потребление приводит к значительной потере веса за год. То есть самая низкая дает меньший эффект, средняя дает средний эффект и высокая дает самый лучший эффект. То есть порядка 9% может быть достигнут. То есть если мы рассмотрим, то от 6 до 9 это средние показатели, которые могут быть достигнуты. То есть для человека весом 120 кг, допустим, это может быть даже порядка 10 кг потерянной массы, что очень много. И здесь опять же стоит оговорить, что не нужно гнаться за дозировкой, потому что у вас могут начинаться побочные эффекты даже на самой низкой, не говоря уже о самой высокой. То есть понятное дело, что организм должен хорошо воспринимать вещество, чтобы делать выбор в пользу большего количества действующего вещества. Поэтому для многих людей, наверное, может быть оптимальным и потребление умеренного количества. И что стоит сказать про данный препарат, он имеет особые противопоказания. Например, при беременности ни в коем случае его нельзя употреблять, потому что повышаются риски развития такой патологии, как заячья губа у ребенка. Ну и также некоторые другие противопоказания, его нельзя при повышенном давлении и нельзя при гипертиреозе, то есть когда щитовидка работает в усиленном режиме и производит большое количество гормонов щитовидной железы. И следующий препарат из нашего списка – лироглутит. Агонист рецепторов глюкогоноподобного пептида. Имеет довольно высокий потенциал для лечения диабета. Ну то есть для преддиабетических разных состояний, хорошо стабилизирует уровень сахара в крови и вызывает стойкую потерю веса на уровне примерно вплоть до 6% за год. То есть тоже значительные изменения, достигнутые в сравнении с группой плацебо. И в общем-то может использоваться для похудения. Одобрен и точно так же продается. Многие знают его под торговым названием виктоза. Такие изменения достигались путем приема 3 мг в день на протяжении года. То есть тоже может дать выигрыш людям с ожирением. Кроме того, для тех, у кого имеется инсулинорезистентность, данный препарат, судя по всему, тоже может быть полезен. И поэтому здесь же стоит сказать, что кроме учета ожирения, можно взвесить также дополнительные факторы. Некоторые заболевания, которые идут вместе с ним. Например, инсулинорезистентность и преддиабетическое состояние. И в связи с этим тоже сделать определенный выбор. То есть убить двух зайцев сразу, выбрав препарат, который может вызывать и потерю веса, стабилизировать уровень сахара в крови и улучшать работу поджелудочной железы. Тоже стоит выбрать препарат, который будет закрывать сразу несколько потребностей. Поэтому взвешивайте риски за и против. Узнавайте об этих препаратах у своих лечащих врачей. Эти препараты действительно имеют высокую эффективность. Они одобрены Министерством здравоохранения Америки. И поэтому могут использоваться с целью дополнительной потери веса на фоне тренировок и правильного питания, естественно. И будут давать вам дополнительный результат. Как вы понимаете, никакие жиросжигатели в долгосрочной перспективе применять, скорее всего, нельзя. И об этом мы наверняка когда-нибудь поговорим. В принципе, на этом все. С вами был Ети. До новых встреч. Продолжение следует...